Всем приветики! Сегодня видео для девочек. Мальчикам оно будет вообще неинтересно. Многие девочки просили меня рассказать и показать, что я делаю со своими бровями. И я решила продемонстрировать. Сегодня я буду брови красить, и я покажу, как я их рисую карандашом. Потом подрисую. То есть брови я крашу раз в две недели. Карандашом, естественно, я пользуюсь каждый день. Вот. Брови у меня, ну, как видите, есть, но они светлые. Они светлые, потому что я сама светлорусая. Это нормально. Брови есть у всех. Брови есть у всех. Девочки, если кто-то вам говорит, что у вас нет бровей, плюньте ему в лицо и сходите в магазин, купите краску для бровей. Я когда-то тоже думала, что у меня нет бровей, но однажды я пришла к косметологу, она мне говорит, а давай нарисуем, вернее, накрасим тебе брови. Я говорю, господь с тобой, о чём-то у меня их нет. Она, ай, ложись, я сейчас тебе покажу, что ты ошибаешься. И действительно, раз-раз наляпала мне с мыла, и там, оказывается, очень много волосиков. Но я сразу предупреждаю, я не профессиональный бровист, я не профессиональный оформитель бровей, или как там они называются. Я рисую и крашу брови так, как нравится мне. Я не знаю, насколько это правильно, насколько это неправильно. Неважно. Главное, чтобы нравилось мне. Поэтому, если вдруг я что-то делаю не так, сорян, конечно, но мне так нравится. Значит, у меня будет сегодня такая вот краска. Энигма отсвечивает или нет? Эстельская, энигма коричневая. Я буду её использовать. Что мне ещё нужно будет? Ватные палочки, ватные диски, ну и сам карандаш, естественно, потом уже в конце. Так, давайте замешаем растворчик. Так, что здесь у нас идёт? Сейчас, секунду. Я беру краску. Вот она. Блин, немножко непривычно. У меня здесь такая система нибель. Так, что с тобой? Что с тобой, деточка? То ли я её не закрыла нормально, то ли что. Уж не срога, да стеснёк. Как-то она жидкая. Ладно. Ладно. Короче, намешиваем. Намешиваем. Эта краска, это вот, кто это? Эмульсия проявляющая. Всё это есть в краске, естественно. Вот так вот. Раз-раз и на матрес. Так, так вот мешаем. Абра-катабра. Семь салады. Я накрасила глаза, но не наложила тон. Так. Как-то жидковато. Так, жидковато я ещё, пожалуй. Наложу сюда. Положу. Добавлю. Так, ну что, красим? Красим брови. Прямо вот так вот раз-раз-раз. Потом это мы всё уберём. Смачненько. Я рисую смачно. Вообще, даже не обращаю внимания, что я зашла там за границей, ещё что-то. Я потом форму ватной палочкой сделаю. Брежнев. Монобровь. То есть, я вот так вот их прорисовываю. И сразу же берём ватную палочку. Намочили её. Так, что-то пошло не так. Не туда я её не увела. Ну, может, вообще-то буду брось нарисовать, если честно. Ну, что-то у меня пошло не так. Сейчас я плохо вижу. Сейчас мы ещё повторю здесь вот, потому что у меня... Так, подождите. Сейчас мы... Попытка номер два. Попытка номер два. Так,. Смотрите. Блядь, вообще не в ванне попало, да? Хотя, может быть, это... Так, ладно, сейчас на вторую эту краску уже... Может быть, с этой у нас лучше получится. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так. Так. Еще вторую, вторую, вторую... Так. 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 Давайте теперь с этой поработаем. Я вообще не парюсь, что ее нарисовала по коже. Потому что это все потом сотрется. Это все потом сотрется. Это все потом сотрется. Так. 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 биль paras. Так. fighter, кто-то надел – под save по коже мне. Л sticky emid demasiado. Так. короче не суть все равно это все потом сотрется и честно заполним статой все это сотрется все эти уголки все это вот здесь вот все наш куда тот господи 4 она все равно такой не будет так что не будем переживать так ну все вроде мы нарисовали брови нарисовали ждем сколько мы ждем но я обычно хожу как можно больше одну минут 15 20 максимум полчаса на больше меня не хватает вот ждем потом смываем я к вам вернусь так ну что я вернулась прошло полчаса прошло полчаса можно смывать сейчас я буду это делать ладно спонжиком кросс я нарисовала брови шире потому что есть светлые волоски которые не видно и чтобы их прокрасить я нарисовала брови шире потом это все сотрется сейчас я еще это все сотрется очень легко сейчас мы еще в одной этой лавы спиртовой салфеточка еще протрем то есть ты решать ведь они границы они стираются принципе чем чем дольше ты держишь то есть брови уже пошире все ты тут лишнее это сотрется завтра уже если где-то на коже останется что-то уже завтра этого не будет потому что краска не очень стойкая в плане ну я не знаю может быть на моей к уже она не так долго держится может быть из того что она коричневая а поэтому она не стойкая знаю у меня раньше было тоже стиль ская краска для бровей синяя в синей упаковке вот там просто термоядерная была я помню я решила накрасить брови мамусь нарисовала и такую моно бровь ну думаю все равно сотрется чем я нарисовал моно бровь мы выдержали я стерла она осталась она осталась вот это был трэш конечно вот это был трэш но все-таки с горем пополам я сделала просвет сделала просвет получились такие у нее шикарные брови в разлет вот уже ведь как бы поинтересней здесь конечно еще краска на коже осталось но уже поинтереснее как побольше волосиков побольше бровей же как бы что то есть поэтому девчонки не переживайте если у вас нет бровей не переживайте спиртовой салфеточкой пробую брать излишки с кожи я не люблю татуаж а то есть может быть кто у кого-то было у кого-то возникнет вопрос а почему ты не сделаешь татуаж себе да я татуаж не люблю потому что я такая девушка непостоянная у меня сегодня одна форма бровей нравится завтра другая то есть внутри уже как бы бровок побольше побольше это все вот это это все волоски это все волосики волосочки вот я такая девушка непостоянная поэтому я боюсь что сегодня мне одна форма бровей нравится завтра например другая и что делать вот и потом чтобы сделать красивые и качественные брови нужен хороший мастер у нас в нижнем новгороде есть отличный мастер у него кличка ну как ник наверное или как это туз туз он делает шикарные брови я видела работы на самом деле шикарнейшие вот но последний раз когда я узнавала сколько это стоит это было в районе 12 15 тысяч рублей поэтому ну как бы я не готова за брови такие бабки отдавать не просто жалко меня жаб за жаба задушит так мы все сейчас они немножко красненькие но ведь уже как бы бровей то бровей там полно нужно только форму им задать бровей то много уже надо потому что они у меня светлые то есть брови есть но они светлые и со временем краска смывается они становятся светлее светлее и кажется как будто бровей нет но на самом деле они есть вот поэтому я всегда рисую широкие брови потому что там мелкие волоски светлые чтобы все прокрасилось и чтобы уже как бы был общий вид так теперь я беру карандаш я беру карандаш сейчас мы будем рисовать брошки я прорисовываю вот где-то да конечно это очень удобно зеркальце сейчас я рисую форму потом я ее растушую растушую подкорректирую карандаш не яркий и потом он щеточкой то все берется это конечно неудобно рисовать надо зеркало поближе карандаш светлый на самом деле мне до этого был вообще другой карандаш и думал почему такой светлый может быть это он не тот купила у меня оказывается до этого был но карандаш другой фирмы теперь вот это вот щеточка так раз руки в краски ну собственно же неплохо но издалека конечно неудобно рисовать это бровь не сейчас подводит как-то какой-то живет своей жизнью такое чувство как будто она живет своей жизнью тут раз и все а это живет своей жизнью что с ней сегодня я до 10 класс ходила в художественную школу навыки пригодились навыки мне пригодились по моему очень даже естественно получал здесь только что-то этот бровь меня смущает малеха принципе ничего да вроде бы ничего вот и все все брови готовы ну а чё по моему неплохо получилось эта бровь конечно меня чуть-чуть подвела но я просто их рисую и корректирую в таких спартанских условиях можно сказать издалека рисую себе брови в разлет и очень даже я считаю неплохо получилось в общем вот как то так значит брови я крашу раз в две недели карандашом я их форму задаю каждый день в принципе ничего сложного вот так вот брови есть брови есть у всех девчонки не переживайте брови есть у всех главное купить краску в магазине для бровей и сделать себе брови вот если чего-то боитесь то лучше конечно обратиться к специалисту ну какому-то профессиональному бровисту чтобы он вам форму задал а вы уже потом будете ну где-то подщипывать выщипывать подкрашивать накрашивать вот а так в принципе вот все надеюсь вам было полезно мое видео надеюсь ваш интерес удовлетворен что же с моими бровями как я их рисую все подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик пишите комментарии задавайте вопросы всем пока пока